Республика продолжает налаживать связи с зарубежными партнерами. Об инвестиционном потенциале региона недавно узнали послы государств со всего мира, а сегодня в Москве прошла презентация Чувашии для членов Ассоциации Европейского бизнеса. О возможностях республики бизнесменам рассказал глава региона Михаил Игнатьев. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Ассоциация Европейского бизнеса продолжает укреплять экономические связи с российскими регионами с санкциям вопреки. В состав этой крупнейшей организации входят более 500 иностранных компаний, работающих в стране. И все они являются потенциальными инвесторами. В эти дни Ассоциация проводит серию презентаций. На прошлой неделе зарубежные предприниматели встречались с властями субъектов северо-кавказского округа. Сегодня эстафету приняла Чувашия. Иностранные инвесторы называют республику надежным партнером. Бизнесмены из Европы реализовали немало инвестиционных проектов. Я лично несколько лет назад был у вас на открытии одного завода, компания «Рока», которая, наверное, знаменитая в Чувашии как один из самых важных иностранных инвесторов вашей республики. Мы знаем тоже, что такие компании, как Абб, как Сименс, как Райф Айзен, как Метро работают в Чувашии. И, по-моему, это уже, конечно, очень важно и очень хорошо, что сам глава республики хочет показать вот этот потенциал. Это тоже включает, что он хочет показать, какие возможности есть, что он заботится об этом. В республике прорывным проектам дают зеленый свет, инвесторам оказывают поддержку на правительственном уровне. Несомненный плюс еще и в том, что власти республики предоставляют предпринимателям готовую площадку с коммуникациями. Сегодня торговыми партнерами Чувашии являются 92 страны мира. Продукции предприятий, химические отрасли, электротехника, промышленные машины и оборудование, в особенности кухонное оборудование, кондитерские изделия – это далеко не полный перечень товаров, пользующихся спросом по всему миру. Конечно, это, с одной стороны, значимо, но с другой стороны, нам не хватает высокотехнологичных производств. Поэтому мы сегодня презентуем республику. На презентацию республики приехали немало представителей крупных корпораций Европы. Многие из них намерены наладить конструктивный диалог с властями региона и обрести партнеров. Безусловно, Чувашия – привлекательный регион. Здесь улучшается инвестиционный климат, и в перспективе мы готовы реализовать в республике масштабные проекты. IT-проекты, выпуск печатных плат, нефтяных насосов – ниш для развития бизнеса в республике немало. Под все это правительство обещает максимальные преференции. Предлагается, в том числе, предусмотренная комплексная поддержка проекта в виде налоговой преференции, в виде финансирования определенных капитальных затрат, модернизации. Если происходит модернизация оборудования, то мы готовы понести часть затрат самостоятельно. Давние зарубежные партнеры республики отмечают, что Чувашия обладает мощным кадровым потенциалом. Предприниматели также говорят, что в регионе почти нет барьеров для развития бизнеса. Окончательные оценки инвестиционного потенциала республики озвучат на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Делегация Чувашия отправится в северную столицу уже 31 мая. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Следующий отопительный сезон в Чебоксарах под угрозой срыва. Такая ситуация сложилась из-за долгов компании «Коммунальные технологии». На прошлый год ее убытки составили 257 миллионов рублей. «Коммунальные технологии» задолжали столице Чувашии 84 миллиона рублей за аренду муниципального имущества и еще около 2 миллионов за аренду земли. Однако больше всего долгов у компании перед ресурсоснабжающими организациями, отметил начальник управления контроля и общественной безопасности главы республики Алексей Метелкин на еженедельном заседании правительства. По состоянию на 1 мая 2017 года сохраняется устойчивая тенденция к увеличению кредитерской задолженности. В том числе перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов составляет 1 миллиард 220 миллионов рублей, в том числе просроченная 1 миллиард 51 миллионов рублей. При подобном состоянии дел компания выдала займы третьим лицам на 132 миллиона рублей, что является нарушением уставной деятельности, продолжил Алексей Метелкин. Если ситуация не изменится, с наступлением холодов осенью в квартирах чебоксарцев батареи могут остаться холодными. Впереди отопительный сезон и то, что перед газовиками, перед энергетиками миллиарды рублей долгов, просто они разрешения не получат в нас. В дальнейшем итоге отдельные организации просят со всеми долгами, со всеми долгами за 0 рублей, говорят, продайте. Собственники не хотят продавать. Почему они хотят? Полагаю, выводят эти активы через кредиты, через разные манипуляции, серии схемы и так далее. Михаил Игнатьев призвал вмешаться в ситуацию всех заинтересованных лиц и руководства Чебоксар. Чебоксар.